После операции первый день почувствовали себя, как проснулись рады. Изумительно. Жить хочется. На операционном столе известного врача Олега Румо оказался Николай Каширов. Пациента только перевезли из реанимации. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Диагноз цирроз печени в медкарте мужчины появился еще 15 лет назад. Все это время диеты, ограничения физических нагрузок. Со временем болезнь все же взяла верх. Получилось так, что кровотечение венопищевода произошло. Меня привезли в больницу, где оказали. Спасли мне жизнь. 2 апреля 2008 года. 11 часов операции. В это время молодые медики не думают о славе. Просто слаженная работа команды. По миллиметрам. До нее самообразование, стажировки в клиниках мира. И в результате первая пересадка печени в Беларуси прошла успешно. У нас уже 7 бригад, которые самостоятельно могут выполнять операцию. Но все отточено уже до мелочей. И каждый прожил в своей жизни большое количество ночных кошмаров, чтобы при встрече с ними в жизни у пациента не тратить на это время. Тот весенний день теперь можно восстанавливать поминутно. Ведь именно он стал отчетом новой эры отечественной медицины. Все это было до того, как молодых хирургов заметили. Идею создания центра трансплантации органов и тканей поддержал глава государства. Александр Лукашенко лично курирует это направление белорусской медицины. Уже сегодня центр является одним из крупнейших в Восточной Европе. А это почти 3,5 тысячи пересадок и сотни пациентов, у которых появился второй день рождения. Она у меня спрашивает, как дела. Я ей говорю, не дождетесь. Ну и все, она хорошо, давление возьмет, померяет там. Ну, Валерий Владимирович, все у вас нормально. На прием к врачу Валерию Васильеву ходить еще, конечно, приходится. В остальном обычный образ жизни. Признается, проходить сложности уже норма. Сам работал врачом во время войны в Афганистане, выносил товарища из поля боя, был ранен. Но на волосок от смерти оказался в мирное время. С пересаженной печенью живет уже четвертый год. Ну, представьте себе. Один организм, который уже практически не живет. И второй. И после восьми с половиной часов труда необыкновенной специалистов, хирургов, один остается в живых. То, что они сделали для меня, тем более отсрочили, например, год, потом два, теперь уже три. За это время военный врач как минимум увидел новорожденного внука. И такая история ни одна не ставит в тупик белорусских хирургов сегодня уже практически любая трансплантация. За последние годы в стране пересадили 3000 почек. Более 260 сердец, 8 легких. Делают и комплексные пересадки. Почка поджелудочная железа, печень почка и даже сердце легкие одновременно. Мы очень много сейчас занимаемся длительным сохранением органов, чтобы вот в это время этот орган не страдал. И чтобы по возможности это время удлинить и таким образом сохранять как можно большее количество органов для того, чтобы вот в той ситуации, когда будет экстренно необходимо, у нас где-то в запасе что-то будет. И вот основные научные изыскания в Беларуси сейчас посвящены в основном этим проблемам. Знамеют руки белорусских трансплантологов. Аплантологов и за рубежом мы по скайпу связались с одним из пациентов. Сегодня он ведет обычный образ жизни. Еще я занимаюсь вольной борьбой под названием Казахша Курес. Наше занятие начинается с пару приемов. А ведь три года назад 9-летнему Илье из Казахстана пересадили печень. Ребенок угасал на глазах фактически с рождения. Тогда семья была на грани отчаяния. Давали запросы всем по поводу моего ребенка Ильи, что и в Москву, и в Белоруссию, и в Индию вроде бы. Ну, как бы множество просили о помощи, о том, что кто согласен сделать операцию, что есть дома, и согласились ваши белорусские доктора. Детская трансплантация печени считается вершиной хирургии. И эту вершину покорили белорусские врачи. На их счету уже более 50 таких операций. Самому маленькому пациенту 4 месяца. Влада Корницкая, Илона Хальвита и Сергей Янковский. Наши новости ОНТ.